Дикая перелетная птица или беглец из зоопарка. В Рязани сотрудники МЧС спасли лебедя. В начале октября горожане обнаружили птицу на дороге в поселок Дядьково. По словам очевидцев, птица лежала на проезжей части и чудом осталась жива. Неравнодушные люди перенесли белоснежного красавца на обочину и позвонили в службу спасения. При поимке, рассказывают МЧСники, птица не сопротивлялась и людей не испугалась. Лебедь выглядел хорошо, без повреждений и благородного белого цвета. Из-за этого спасатели предположили, что он ручной и обратились в расположенный рядом зоопарк. Мы сначала туда приехали, думали, это ихний. Но там я поговорил с электриком. Он говорит, зверей уже там не было, никого не было. Он говорит, что у них постоянно сбегают они, и то енот там сбежит. То есть связаться с хозяевом мы не смогли и приняли решение отвезти его в парк. Сейчас лебедь находится в привычных для себя условиях. В его распоряжении целый пруд. Птица активно плавает, расправляет крылья, охотится на мелкую рыбку и лакомится угощением людей. Кстати, на большую аудиторию и крики маленьких детей реагирует дружелюбно. Не агрессивный. Немножко прошипел сначала. Он в салоне автомобиля вел себя очень спокойно. И когда выписали его в свою виву естественную среду, я думаю, он очень обрадался. Лебедь настолько освоился, что в среду сотрудники комплекса обнаружили его на втором этаже гостиницы. Крылья птицы оказались не подрезаны, и он легко перелетел в невысокую ограду пруда. Однако в том, что птица дикая и в черте города оказалась случайно, сотрудники комплекса сомневаются. Нет, не дикий. Скорее всего, что может быть откуда-то улетел, крылья были не подрезаны, может быть где-то запутался. Поступил в хорошем состоянии. Немножко... Мы думаем, что... Вообще мы думаем, что это самка. Немного боялась, несколько дней с опаской ела хлеб, зерно, что-то вот такое. Сейчас уже окончательно, мне кажется, здесь прижилась. С наступлением заморозков птицу переведут на дальнее озеро, где для нее уже заготовлен отдельный вольер. Также в скором времени лебедю обещают найти пару. Для этого сначала определят пол и возраст птицы. Необходимые тесты проведут зимой, когда белоснежное создание полностью адаптируется. Благодаря внимательным людям город украсила прекрасная гордая птица. Но с наступлением холодов в помощи граждан будут нуждаться и более привычные животные. Именно от нашей заботы зависит, смогут ли они жить и радовать глаз.